27 июня представители либеральной демократической партии России выступили с инициативой внести поправки в статью 217 налогового кодекса, а именно перестать облагать налогом работников, чья заработная плата не превышает 30 тысяч рублей. Они считают, что такая мера поддержки поможет повысить уровень жизни малообеспеченных граждан. Однако по версии экспертов в подобных изменениях есть свои недостатки. Начать следует с того, что НДФЛ, иными словами подоходный налог или же налог на доходы физических лиц, предусматривает ежемесячное отчисление от заработной платы. Работодатель платит за сотрудника налоги, забирая из официальной суммы зарплаты 13%. НДФЛ или налог на доходы физических лиц, также часто упоминаемый как подоходный налог, это налог, который взимается с доходов, получаемых гражданами, физическими лицами, в качестве заработной платы, а также с других видов доходов, например, доходов от перепродажи имущества, от инвестиций в ценные бумаги и банковские депозиты и так далее. Не облагаются налогами доходы от пенсии, стипендий и других пособий, субсидий и так далее. Поскольку некоторым гражданам в силу низкого дохода тяжело выплачивать ежемесячные 13% государству, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме и лидер партии Леонид Слуцкий направил законопроект на отзыв правительства. В подобных законодательных инициативах, по мнению экспертов, всегда есть свои положительные и отрицательные стороны. Если рассматривать его с точки зрения жителей Российской Федерации, как утверждает законотворец, подобная мера однозначно приведет к улучшению благосостояния граждан. По мнению либерал-демократов, 30 тысяч рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ, ведь эту сумму почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда. Поэтому предлагаемая мера поддержки станет действительно ощутимой для малообеспеченного населения. В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ позволит гражданам увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны. Однако следует понимать, что одной лишь отменой налога на заработную плату финансовое состояние не улучшить. Безусловно, тот, кто получает до 30 тысяч рублей, будет иметь возможность не платить налоги. Естественно, для него это будет послабление, для него это будет плюс. Но на самом деле, для того, чтобы повысилось благосостояние, нужно повышать зарплаты. А при высоких зарплатах уплата налогов не будет выглядеть столь тяжелым бременем. Кроме того, в связи с уменьшением количества поступаемых налоговых средств в казну государства, придется найти новый метод для ее пополнения, чтобы не допустить выпадения бюджетных доходов. Дело в том, что граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в стране более 20, а то и 30 процентов. А значит, отмена налогообложения для этого пласта населения станет весьма ощутимой для экономики регионов и страны в целом. Идея о том, чтобы отменить НДФЛ для малооплачиваемых граждан, для граждан с низкими доходами, не новая. И она имеет право на существование. Действительно, незачем брать избыточные налоги с малообеспеченных граждан, можно брать налоги с тех, кто более обеспечен, кто имеет более высокие доходы. Если мы отменяем налоги на малообеспеченных, значит, мы должны повышать налоги для более обеспеченных граждан. То есть, одновременно с отменой налогов для тех, кто получает меньше 30 тысяч рублей, мы должны будем повышать налоги для тех, кто получает больше 30 тысяч рублей. И пока об этом никто не говорит. То есть, какая будет предложена ставка налога, непонятно. Малообеспеченных граждан достаточно много. И если не облагать налогами доходы до 30 тысяч рублей, то это приведет к довольно большому, на самом деле, выпадению бюджетных доходов. Исходя из всех преимуществ и недостатков, стоит отметить, что подобная мера может сильно навредить бюджетам регионов России с низким доходом. Экономика же более обеспеченных частей нашей страны может и вовсе не почувствовать никаких существенных улучшений. Елизавета Газизянова, Андрей Богудинов, Универ Ньюс.